Друзья, приветствую вас! Давайте рассмотрим основные бумажки, что было в среду и что ждет в четверг. Так, ну вот американский индекс опять на максимальных значениях, то есть это должно стимулировать наш рынок находиться на высотах, но тем не менее, то есть основные бумажки у нас сыпятся. Это связано с негативной динамикой по нефти, которая была в первой половине дня. Так, дальше у нас нефть. Так, давайте сразу часовой график. Вот здесь у нас был провал, но потом началось восстановление. Однако наш рынок особо не восстановился, несмотря на то, что нефть отросла уже как бы к вечеру. Это говорит о том, что распродажи идут у нас, выходят с нашего рынка. Не резиденты, скорее всего. Так, рубль-доллар. Рубль-доллар. Давайте дневочку поставим. Так, ну у нас вот цели сформировались по рубль-доллар. Соответственно, первая цель это вот 64.5196 дневной график USD tomorrow. И, соответственно, следующая цель это 64.93 и 65.20. Это ближайшие цели, куда он, скорее всего, пойдет. Но сейчас большое количество позиций по физлицам открыто. Лонговых позиций. То есть, в лонг по доллару встали. И, соответственно, его могут, ну, короткие откаты быть, вытряхивать. То есть, вот тут цель прям явно нарисована 63.87. То есть, может вот сюда быть задерк, шпилька, и после этого он будет идти вверх. Я думаю, скорее всего, сейчас доллар будет расти. Вот, это связано с динамикой выхода нерезидентов с нашего фондового рынка. Сейчас, видимо, начали денежки забирать. Их конвертируют в доллары и выводят. Вот, поэтому по доллару, я думаю, с откатами. Но он где-то вот сюда вот и даже сюда, и, может быть, выше. Он в ближайшем обозрении будущем, скорее всего, сходит. Так, дальше наша любимая и дорогая Северсталь. Так, ну вот Северсталь крупные игроки сегодня под вечер распродавали. Распродавали очень активно. Так, ну вот этот дневной график у нас в диапазончике здесь находится. Давайте поставим четырехчасовой для большей ясности. Ну, смотрите, здесь какая картина получается. Вот, поскольку ее распродавали, скорее всего, с утра мы еще посмотрим, что там будет с Китаем, с нефтью. Но очень высокая вероятность того, что на 885 вот сюда вот она сходит. Вот, дальше, если будет изменение фона на позитивный, или если она не пробьет 879 на растущих объемах, то, скорее всего, отсюда она будет пытаться сходить наверх, вот, отработать. У нее здесь одна цель 899 с половиной, дальше 902, и вот здесь цель 910. Вот, но если она пробьет 879, следующая цель будет 875. Вот, и, соответственно, если она выйдет вот из этой консолидации на растущем объеме, то пойдет 860 тестировать и ниже провалится. Так, ну у нас по Северстале, несмотря на то, что у нас по рынку негативная динамика идет, пока еще растущий тренд не сломан, хотя как бы она вот сегодня падала, до этого она падала, но пока все это идет в рамках растущего тренда, как это не удивительно. То есть пока ее держат, но завтрашний день, четверг, он может быть определяющий, может быть получится так, что ее загонят вот в этот диапазон на растущих объемах, и все, она, ну вот эта попытка роста, она будет остановлена. То есть уже просто будет торговаться в консолидации и все. Никаких событий на рост здесь не будет. Так, часовой график, ну часовой график, он здесь доводы 4-часового графика вполне как бы подтверждает. Давайте пятиминутку посмотрим, чтобы понять, что тут происходило. Так, ага, ага, ага. Но по пятиминутке, получается, здесь идет поджатие, поджатие, такой треугольничек рисуется. И, соответственно, выход из треугольника после поджатия, он фигура неопределенности чаще всего. Но здесь, как бы при наличии позитива, скорее всего, я думаю, будет вверх. Потому что вот вверху есть цели, вот хотя бы 898 на пятиминутном графике. И поэтому, если вот особо не провалимся ниже 887, ну да, 887, наверное. Соответственно, скорее всего, будет отсюда откуда-то разворот и какое-то движение вверх. Ну, не кардинальное пока. Пока просто в рамках отскока дохлой кошки. Но с утра, скорее всего, немножко просядет. Посмотрим, что там с Китаем будет. Исходя из этого, будет уже до конца ясно, какая динамика движения. Так, Сбербанк. Давайте дневной график. Ну, по дневному графику вот он падает, но пока он находится вот в этой консолидации. Крупные игроки во второй половине дня его распродавали активно. Вот, и поэтому логично бы ему сходить вот куда-то сюда, может быть, на вот этот вот сильный уровень 235,4. И уже здесь, если его не пробьет, он отразится и сходить вот сюда, вот 246. Но, если нефть будет падать и продолжится вывод средств с нашего рынка, то высока вероятность того, что он пробьет вот эту красную линию на растущих объемах и перейдет вот в этот диапазончик. Сюда торговаться. Так, ну, давайте еще посмотрим часовой график. Так, ну, часовой график указывает, что здесь он начал консолидироваться вот в этом диапазоне. Вот, и в целом у него даже здесь вполне как бы оформилась цель для движения на 242,2. То есть, если возникает позитив, нефть начинает расти, то очень высока вероятность, что как минимум он вот этот гэп закроет. Вот, и может быть сходит сюда куда-то. Но пока на утро, в зависимости от того, что в Китае будет, как он отторгует, если будет негатив, то пойдем на 235,4. То есть вот этот сильный уровень. Если, соответственно, будет нейтральный или позитив, может быть куда-то вот сюда он сходит, потому что крупные игроки распродавали во второй половине дня. И потом, соответственно, будет отскок. Сначала на 237,5 и потом, может быть, он пойдет вот этот гэпчик закроет 239,8. Но вот этот уровень, если пробивает, то, соответственно, уходит вот в этот диапазон торговаться. Так, дальше у нас идет Газпром. Газпром, Газпром, Газпром. Ну, Газпром находится в падающем тренде. То есть его вот все выбили, и он, соответственно, летит вниз. У него ближайшая цель, на которую он может затормозиться, это 244,243,8 вот здесь. Вот, соответственно, если он ее прошивает на растущих объемах, он дальше быстро дойдет 238,3. И, соответственно, вот этот шип, этот рост, он ломается, и он уходит вот в эту консолидационную область, которая в диапазоне 223,7, 234,9, 235, вот сюда. Так, ну, если посмотреть более детальный график, 4-х часовой, то вот он пытается развернуться. Но здесь, смотрите, вот он уже развернулся, здесь пытался. Этот разворот закончился тем, что провалился вниз. Во второй половине дня крупняк его сливал. Вот сейчас, ну, прослеживается то, что выход идет с нашего рынка крупных нерезидентов. Вот, поэтому что здесь можно сказать? Вот если он уйдет ниже 246,7, вот сюда вот на растущих объемах прошьет, вот, то, скорее всего, у него движение закончится только на 238,4 или даже он идет сюда куда-то вниз. Вот, но если он, допустим, завтра с утра немножко там сходит вниз на 248,4, и после этого вернется вот в эту проторговочку, соответственно, скорее всего, будет отскок на 259,5 вот сюда вот. Но пока у него все равно тренд падающий, и, скорее всего, даже если отскок какой будет, он все равно будет двигаться вниз. То есть, вот он пытался здесь остановиться, но остановки не получилось. Всего того, что избавляется от наших бумажек и на доллары меняют и выводят. Так, ну давайте часовой график на всякий случай взглянем. Так, ну здесь, да, здесь вот получается, у него как бы оформляется разворот, но пока этот разворот не наступает. Для того, чтобы он наступил, он должен вот этот уровень прошить на растущем объеме и, соответственно, куда-то сюда вот сходить. Вот, но пока, скорее всего, больше у него динамика вниз, потому что вот каналчик, он идет в падающем канале, и этот канал, он пока не сломлен. Вот видите, он даже это самое выбивается, более энергично начинает падать. Вот, так что здесь, скорее всего, если отскок будет, он в рамках этого канала, и потом движение вниз, пока его никто не это самое не предотвратил. Так, это Газпром. Ну давайте еще пяти минуточку посмотрим, что-то с распределением объемов. Так, здесь, здесь, здесь получается. Так, а вот на пятиминутке он, в общем-то, достаточно уверенно пытается развернуться. Так, ну пятиминутка она, как бы, общую тенденцию сломать не сможет. Но, скорее всего, судя, если по пятиминутке смотреть, может быть, небольшой заход вниз куда-то сюда будет, если Китай позитивно или нейтрально отторгуется. Но, скорее всего, он куда-то вот сюда будет отскакивать. Здесь 54,6, здесь 54,7. Может быть, его даже вот куда-то сюда выбросят на 257,3. Вот если по пятиминутке ориентироваться. Но, скорее всего, это отскок, если будет, он будет очень короткий. Потому что тренд вниз выходит с развивающихся рынков, сейчас, судя по всему. Ну, если завтра будет позитив, он отторгуется в плюс еще потом, в течение дня, то тогда, может быть, вот эту линию падающую, мы ее сломаем, и можно будет говорить о движении наверх. Так, ВТБ. На ВТБ вроде как выдохся. Вот двойная вершина даже здесь оформилась. И, скорее всего, такое движение, оно с очень большой степенью вероятности. Ее цель будет вниз. Вот сюда вот 0,44,8, 0,43,9. Вот, но это, опять же, надо смотреть, как завтра Китай закроется, и что будет с нефтью. Если нефть будет расти, и Китай будет в плюсе, то, соответственно, у нас вот 53 еще намечена цель. Там 50, и потом 53. Вот. Но если с утра будет негатив, то здесь наиболее вероятный сценарий – это оформление вот этой двойной вершины сюда вот, к реакционному дну, и потом движение вот куда-то сюда, в этот диапазончик. Вот. Ну, и отсюда уже, если там ситуация изменится, начнет возникать позитив, то, соответственно, может быть отскок наверх. Но пока как бы без проторговки, без консолидации набора позиций, я думаю, с учетом текущей ситуации, пока это кажется не очень вероятным. Так. И крупные игроки раздавали его. Во второй половине не было раздачи. Вполне как бы очевидное. То есть сначала, конечно, там был очень существенный набор позиций, но, судя по всему, все эти позиции разгружены, даже что-то распродано сверху в конце торговой сессии. Так. Алроса, Алроса, Алроса. Здесь дневной график. Давайте посмотрим. Так. А вот, кстати, Алроса крупняк Тары на второй половине дня. То есть по ней динамика, как это ни странно, положительная. То есть ее все-таки, видимо, выкупают. Так. Ну вот она одну цель отработала. Дневному графику. Следующая цель у нее это 81.5. Для того, чтобы она эту цель пошла поражать, она должна пробить 78 на растущем объеме. Вот она 78, если пробивает, то высока вероятность того, что следующий поход 81.5. Вот сюда вот. Так. Давайте четырехчасовик глянем. Так. Ну да. Четырехчасовик указывает на уверенное движение наверх. Но, если будет откат, и вот он пробьет 74.4, и дальше на растущих объемах проколит 74, то вот этот позитивный тренд он ломается, и скорее всего акция уйдет корректироваться вниз. То есть у нее следующая цель движения будет 71.1, и потом 77 вот сюда вот. Но пока она достаточно оптимистична на фоне другого, других активов смотрится. Вот. И может быть действительно ее загонят на 81 сейчас в ближайшие дни. Вот. Но если распродажи не начнутся, вообще все не сольют на глухо. Вот. Пока как бы Таурус скупают, как это ни парадоксально, ну, операционная деятельность у нее не очень гуд. И вообще по бриллиантам прогноз не сильно позитивный. То есть это то, на что будет падать цена один из первых товаров. Вот. Но тем не менее сейчас вот ее пока скупают, и сохраняется шанс ее вот сюда вот завести. Вот. Ну, если вот сюда вот пробьем, вот этот диапазончик, то, соответственно, вот эта вот модель разворотная, она будет сломлена. Так. Ну, давайте еще мы посмотрим. Так, часовик мы смотрели. Давайте пятилинуточку посмотрим, как у нас распределяется торговые диапазоны. Так, 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 так. Ну, да. Торговый диапазон и таким образом распределяется, что, скорее всего, вот сюда ее отстрелили, она раздалась и продолжился набор позиций вот здесь. То есть такое ощущение, что ее готовят куда-то выше задвигать. А выше задвигать вот после пробоя 78-81 уровень. Вот. Ну, в общем-то, это все. Спасибо за внимание. До свидания.